Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает воподом. И сегодня речь пойдет о детской книге в жанре маленькой энциклопедии на определенную тему. Книга называется «Вся правда о викингах». Иллюстрации Йоны Бьерн Шерны. Простите меня, очень сложная фамилия. Если вы полистаете эту книгу, то вы увидите, что Бенгт Эрик Энгхольм, опять же, простите меня, очень сложно это произнести, придумал действительно очень веселую книгу. Во-первых, эта маленькая энциклопедия о викингах показывает нам, как просто и весело можно рассказать даже о сложных и довольно-таки исторически обусловленных вещах, которые маленьким детям не особо-то важно и знать. Викинги для нас это что? Правильно, это глагол. Пойти в викинг, то есть в вооруженный поход за чем-то, это означало прежде всего, ну, не очень-то с нашей точки зрения, с правовой точки зрения нормальные действия. Но викинги – это вовсе не только разбойники и разбойные походы. Это, значит, удивительная культура, которая существовала вовсе не за счет разбойничьих набегов и грабежей. Там была и политика, была и торговля, были и путешествия ради путешествий, ради открытия новых земель. Недавно викинги колонизировали Гренландию, побывали в Исландии и добрались даже до Винланда, то есть до Америки. Но на самом деле, конечно, про Америку мы говорим сейчас гипотетически. У нас есть четкие доказательства того, что викинги там побывали, но нету конкретных, очень мало конкретных исторических фактов. То есть эта страница истории еще ждет своих открытий. С археологией все сложно и так далее. В конце концов, поссорились они с индейцами, когда доступным языком для детей пишут автор книги и вернулись назад. Это огромная культура. И вот меня подкупает в этой книге, во-первых, конечно, чувство юмора, оно просто великолепно. Вот откройте карту на форзаце, полистайте ее, и вы сразу поймете, хотите вы эту книгу купить ребенку или нет. Потому что это очень смешно, прежде всего. Здесь много чего подписано. Например, «Нельзя ли нам тут причалить? Мне надо в туалет». Это слова, которые говорит один из команды Драккара, видимо, капитану. Это очень хорошие слова, очень понятная ребенку шутка. «А здесь ведь нет морских чудищ», спрашивает другой, видимо, член команды Драккара. А рядом как раз морской змей плавает. «Да не бойся, не волнуйся, они водятся дальше к югу», говорит ему другой. Вот как раз через пять минут они встретятся с этим самым морским змеем. «Слышь, Сигурд, по-моему, мы плывем прямо на край света». «Нет, да, нет, да, нет, тут прямо по курсу королевства франков». И показана траектория этого Драккара, которая вводит его примерно к открытию Южной Америки. То есть, куда-то туда, в сторону будущих открытий Колумба. Это очень смешно, и таких смешных шуток в книге много. Все персонажи очень забавны. Они нарисованы так, чтобы ребенок понимал, какие они эмоции испытывают. Вот они ярятся, или они веселятся, или они страдают, или они грустят, или они ругаются. Художник тщательно это изобразил. У них, разумеется, есть пузырьки такие комиксовые, в которых в пузырях что-то написано или нарисовано то, о чем думает данный персонаж. Иногда он думает что-то такое, что тщательно зачерякано художником в этих пузыриках. То есть, ну это, например, монах, который увидел корабль викингов, оттуда, значит, сходит такой воин и говорит, какой красивый у вас монастырь. Будет очень жаль, если с ним что-то случится. И монах понимает, что сейчас придется отдать все. Ну вот, это прекрасно придумано. И параллели с знаменитым гангстерским штампом, да, прекрасно придуманным, да. И, значит, нарисовано это замечательно. В целом, эта книга написана родственником о родственниках. Вот такое у меня ощущение. Потому что для скандинавов это прямые предки. Это культура, из которой потом возникла их государственность. Возникли всевозможные вот эти вот северные королевства, да. И потом с приходом христианства поменялась культура, поменялось поведение, поменялось какие-то внешние вещи. Но глубинная связь остается очень крепкой. И поэтому здесь вы действительно прочитаете о том, как они жили, как они веселились, отдыхали, как они, значит, общались друг с другом. И даже само слово «хей», вот это приветствие, да, оно же осталось ровно таким же по звучанию и по смыслу, как и во времена викингов. Столетия пролетели, а приветствуют они друг друга ровно так же. И дело даже не в языковых корнях. В конце концов, это целый пучок языков очень разных. Здесь речь идет, допустим, о Саамах. Это, кстати, отдельная страница. Саамы – это уникальная народность северная. Они очень менее известны широкой публике и менее популяризированы, да, вот менее раскручены всяким Голливудом, чем викинги. А ведь они жили бок о бок, перенимали друг у друга обычаи и наряды. Допустим, вместе они занимались схожим животноводством. Эти олени, они служили не только Саамам, но и викингам. Вместе ходили на лыжах. Причем лыжи были особые, саамские. И одна из них была короче другой. Одна была как бы толчковая, другая, значит, ездовая. Подбиты они были, вот та, которая отталкивалась, которая должна была задержать движение на гладком снегу и Насте, она была подбита мехом. Вот, это было очень здорово придумано. Лыжи эти были сосновые, чтобы они летом не рассыхались, их прятали в болото. Закапывали во влажную болотистую почву. Там их мы сейчас и находим, потому что вот эта влажная, пропитанная водой почва, она препятствует доступу к кислороду. И, соответственно, те бактерии, микроорганизмы, которые должны были дерево съесть за это время, они там не могли развестись. И это, значит, законсервированный пласт, как береста, сохраняется у нас. Ну, короче, вот так, значит, эти лыжи мы и находим в болоте. Множество таких удивительных фактов, очень интересных. Допустим, я впервые прочитал о лыжах разной длины. Значит, ну, каждая из лыжин, значит, разной длины. Множество таких фактов найдете в книге. Вообще книга, на удивление, наполнена подробностями для детской энциклопедии. Казалось бы, многое можно было отсечь. А нет. Вот, допустим, оригинальная северная архитектура, те самые длинные дома. Как они устроены, знает практически любой образованный читатель. А так, ну, что-то такое читал, популярное по этому поводу. Но, а вот специальный термин не запомните. Помните прекрасную фахтверковую архитектуру, которую вы обязательно услышите на любой экскурсии по городкам Германии, по вот этим вот сказочным домикам, похожим, словно вышедшим из сказок братьев Гримм, где у нас, значит, каркас из балок деревянных, да, заполненной глиной, смязанной салоной, и побеленные обычно, красивые такие вот домики такие. Есть фахтверковая архитектура. Так вот, у неё есть братец, специальный термин, который обозначает, найдите его в книге, прочитайте, да, как строили дома викинги. Или, допустим, конструкция бортов лодок, точнее кораблей викингов, да, как боевых, так и торговых, широких, с низкой осадкой, значит, менее быстроходных, да. Ну и у дракаров это была особая конструкция, когда доски находили одна на другую, значит, с нахлёстом, да. Тоже есть специальный термин. В книге очень много таких мелких описаний. Во что играли их дети, как они лечились, кого слушали, как проводили долгие зимние вечера. Ещё раз говорю, это практически семейная история, да. Это такая, значит, книга не о кровожадных завоевателях, которые где-то путешествовали, значит, с целью наживы, да, а о тех, кто отправился покорять этот мир, отправился в викинг, не обязательно как военный поход. Допустим, здесь рассказано о тех самых знаменитых граффити, надписях, которые выцарапали викинги, попавшие в Константинополь, в Мидкарт. И они там, значит, в этом Константинополе испортили несколько статуй. Вот. Или в порту, значит, итальянском, если не ошибаюсь, Генуи, то есть тоже статуя льва, да, она сейчас находится в музее, то там, значит, испортили тоже подписи викингов. Это очень интересно. Рассказано о первых королях, значит, скандинавских, да, в разной их биографии и так далее. Рассказано об их быте, о том, как они торговали, о том, чем всё это закончилось, да, вот. Какие-то детали, скажем так, о жертвоприношениях, они смягчены, конечно, для детей. Это рассказано спокойно и без нагнетания, да, вот. В целом, довольно-таки сложная история, показана легко, непринуждённо и очень по-домашнему. Мне эта энциклопедия нравится тем, что она точно рассмешит юного читателя, точно заставит его запомнить кучу зубодробительных терминов, вот я спотыкаюсь их произнося, да, вот, а он не только слово «драккар» возьмёт на вооружение, вот. И очень много расскажет ему о человеческой истории. В ней есть страницы злодейств, завоеваний, войн и так далее, а есть страницы мирной жизни, обустроенного быта, какого-то особого уклада. По-особому всё звучало. Например, вот почитайте здесь рассказ о музыкальных инструментах. Редко кто вспоминает о таких вот аспектах жизни, когда рассказывают о какой-то замкнутой цивилизации, там, допустим, о древних франках, о скифах-сарматах, о Византии, там, или вот о викингах, да, ведь можно взять какую-то отдельную область, да, и о ней рассказывать. А ведь это очень интересно, какая была музыка. Но, увы, ни нотных знаков, ни звукозаписи тогда не было, мы не знаем это. Можем только реконструировать и предполагать. Читайте «Прекрасная вся правда викингов», издательство «Самокат», очень смешная книжка. Особенно мне нравится выражение лица многих, скажем так, второстепенных персонажей. То монахи, которых завоёвывают, то маленькие викинги, которых учат там сельскому хозяйству и военному делу, да. Очень у них такое недовольное выражение лица, как у многих детишек на скучных уроках. Художник, в общем, постарался, мне кажется, на славу. Спасибо за внимание.